Привет! А вы знаете, что есть такие собаки, которые без одежды не смогут выжить в нашем климате? Сейчас я расскажу вам, для кого же из четвероногих одежда является необходимостью. И сразу хочу развеять один миф. Собака является потомком волка, у нее есть шерсть, и одежда ей совершенно не нужна, так как она приспособлена к суровому климату. Однако это совершенно не так. Многие породы выведены искусственно, и их представители совершенно не приспособлены к суровым погодным условиям. Итак, каким же собакам все-таки нужна одежда? Сразу хочу оговориться, что эта тема, тема одежды не для владельцев крупных собак, которые большинство времени проводят на улице или в вольере. Для них существует охлаждающая одежда для летнего времени. Но это отдельная тема. Если вам будет интересно, пишите мне в личные сообщения, я расскажу. Итак, я разделила собак, которые нуждаются в одежде, на несколько групп. И первая группа это коротколапые породы собак. Таксы, корги, пекинесы и так далее нуждаются в одежде, так как на прогулке их тело контактирует с лужами и сугробами, что может привести к переохлаждению. Вторая группа собак это легавые и борзые. Их особенность тонкий кожный покров, который хорошо отдает тепло, что в зимнее время может привести к переохлаждению. Следующая группа это бесшерстные породы собак. Родиной таких пород являются теплые страны, поэтому в нашем климате они нуждаются в дополнительной защите. Четвертая группа это декоративные породы собак. Они не имеют подшерстка, поэтому терморегуляция у них на троечку. Завершающая пятая группа это стареющие, беременные и кормящие животные. У этой группы ослаблен иммунитет, поэтому для них одежда является необходимостью. Меня зовут Виктория Рахимкулова, я эксперт по пошиву и подбору одежды для животных. Напишите мне в личные сообщения фразу «мокрый носик» и я подберу для вашего питомца правильный гардероб.